вот такой опять у меня красивящий букет друзья посмотрите подсолнухи как там это друзья солнечного дня забыла осколки солнечного дня вот подсолнухи подарил мне опять мартин я вам показываю опять мой красивящий напольный букет он у меня в той же напольной вазе собственного приготовления ну и посмотрите красота конечно же ой вы знаете я же вы же знаете я южанка и я обожаю эти подсолнухи но вот они настоящие я хотела себе в напольную вазу купить они бывают знаете искусственные вот крупные подсолнухи а тут мне мальчик мой принес настоящие живые и я как обычно добавила к ним вы знаете перекись водорода и вот у меня эти подсолнухи расцвели они были маленькие такие немножко даже закрытые а сейчас вот опять они у меня стоят уже пять дней чувствуется великолепно расцвели вот такая красота это все что я могу сказать и показать хотя ну вот сейчас сделаю вам еще одно видео вы знаете меня просят сплетни о себе я вот стала вам светские сплетни делать и показывать сделала два видео про скачки вас коти про мэган маркл вот сейчас готовлю про кейт миддлтон небольшой рассказ но мне опять девушки говорят мы хотим еще и про вас послушать сплетни ну вот я вам расскажу вы знаете я же еще веду такую рубрику знакомства где нам принца найти знакомство с иностранцами пока моя занятость к сожалению не дает мне все это вместе вести вот вам еще одно видео я конечно приготовила но это будет не сразу так вот я что хочу сказать что помимо того что я вот время от времени встречаюсь с мартиным вы знаете кто следит за моими видео опять же то наверное знают что такое он сипорот он не разведен до конца у него непонятки и вот эти постоянные недовольство его то он уходит то он приходит я решила послушала знаете очень многих мудрых женщин почитала пообщалась говорят что не надо вам тратить свое время останавливаться и зацикливаться вот так вот на одном мужчине тем более если вы видите что похоже что ничего серьезного там не будет и вот я хочу вам рассказать что я параллельно помимо того что вам я даю свои какие-то рассказы посмотрите красота а какая у меня еще тут возле моей двери входной это я развожу продолжаю свою королевскую герань здесь у меня в прошлом году была петунья а в этом году я посадила герань она у меня всю зиму перезимовала видите у нее еще сколько тут всяких мутонов но еще и немножко цветает но красивая уже все соседи которые со мной тут живут женщины они все сбежались и просят тоже им дать на рассаду вот такую мою замечательную герань ну а еще вот посмотрите какая красота это та петунья у меня уже вовсю цветет вот подвешу ее сейчас она прижилась уже видите расцвела всякая разная вот я ее сейчас повешу туда будет она у меня ампельная вниз расцветать а а еще посмотрите какой у нас киска киска без ножки инвалидик него нету одной ножки вот он и он это это соседки моей котик трех ноги видите вот ему его оперировали и отрезали ему ножку но он прекрасно себя чувствует а еще посмотрите у меня здесь сколько клубника ежевики это я тоже на своем на своей здесь вот такой маленькой грядочки с леса принесла ежевику и ее посадила а посадила всего только кустик один и посмотрите как она разрослась и теперь я ее с чаем пью пахнет обалденно и вообще вы же знаете ежевика она же намного лучше чем клубника ну вот не так и много конечно вот я собрала видите но ничего нормально прямо под окнами под домом такая вот у нас земляничка лесная так вот я сейчас пора должен вам рассказывать я еду в лес здесь мне не интересно я продолжу вам рассказывать про то как я познакомилась еще с одним мужчиной и что из этого вышло вот так думаю что надо нам уже не тратить время зря и если видите что у вас с одним мужчиной ничего не получается надо искать других чтобы был выбор у вас всегда время поджимает и у нас его осталось не так и много привет привет всем кто меня смотрит и слушает вот сегодня хочу рассказать вам продолжение истории моей личной вы знаете много размышляла я по этому поводу вот в частности гуляя по лесу как здесь люблю я гулять по лесу чудесный замечательный лес и наводит на размышления так вот хочу вам наверное рассказать еще один поворот который случился в моей судьбе но все вы наверное знаете что я уже год как встречаюсь с одним человеком да у нас был восьмого мая год мы даже посидели немножко отметили но вы знаете чем дальше все это продолжается наше общение тем больше я понимаю что она никуда не ведет ни к чему не приведет наверное скорее всего но то есть жить одним днем радоваться тому что какой-то человек сегодня рядом со мной да и то получается что он не всегда рядом радоваться тому что может быть там секс какой-то после шестидесяти о котором я говорила да конечно все это замечательно но вы знаете в конце концов ведь все мы сотканы из противоречий и сотканы из чего-то большего наверное чем какие-то физиологические физические потребности все-таки какая-то духовная жизнь она должна присутствовать в частности для меня это играет огромную роль и я по моему рассказывала вам уже что я вступила в клуб здесь новый решила расширить круг знакомств своих вот а также я еще вот работаю тут в этом отеле лейк озеро ну работа там спрашивают тоже у меня в чем заключается моя работа это уже не работа горничной не работа какой-то уборщицы нет я решила что я себя все-таки ценю и я буду работать соглашусь только на такую работу которая именно как бы соответствует моим знаниям и моим дипломом и уровне моего образования ну и в общем получилось так что этот калиф там главный менеджер который меня запомнил еще десять лет назад когда мы там свою свадьбу отмечали вот это наверное сыграло какую-то роль и вот они меня взяли взяли частично работать ну мне даже это больше и нравится я работаю в общем приезжаю беру у них бумаги забираю они мне дают выписки там какие-то ну в общем такие финансовые дела как-то вот так то есть там получается тоже что не только у меня началась движуха как говорят сейчас молодые но и получилось то что я стала уже встречаться с более большим количеством людей ну и в общем получилось так что там я познакомилась вот в этом отеле я познакомилась с человеком он англичанин вот ну такой вполне обычный не скажем что какой-то он там внешностью обладает замечательно или что вполне обычный человек мы что-то такое разговорились он сидел там в холле вот и по-моему спросил у меня какую лучше ему брошюру взять чтобы узнать что-то об острове ловать ну и вот так вот короче стали разговаривать и он говорит что а вы откуда вы здесь тоже приезжая я говорю да нет я вот давно уже здесь живу на острове уже 9 лет он говорит а вот чувствуется что у вас какой-то акцент и вообще я говорю да вот у меня с английским проблемы опять начала говорю акцент у меня конечно потому что я originally russian то есть я урожденная русская и вы знаете он просто поразился он так удивился этому обстоятельству он сказал что ой если бы я я уже вас здесь несколько раз видел если бы я знал сразу что вы русская я бы сразу подошел но я подумал что вы либо немка либо полька а вот не знаю почему то вот так вот все считают что немка или полька не знаю почему вот и говорит я говорю так а почему что вам так нравятся русские вы их знаете расскажите он сказал да нет вот я к сожалению русских знаю только почему потому что у меня тоже кровь русская и я в общем из второй вторая волна эмиграции в общем нет по моему первая подождите в общем его бабушка и его дед были русские из санкт-петербурга и вот они эмигрировали сначала во францию потом они жили в австралии потом вот в общем там уже его родители потом переехали в англию по работе ну и вот он уже родился в англии и вот он здесь живет но он говорит что почему то вот наверное кровь зовет или что то происходит но мне постоянно меня тянет в россию я хочу узнавать кое-что я говорю ну а ты хотя бы знаешь русский язык или что он сказал что ой к сожалению мои родители знали совсем немножко несмотря на то что бабушка с дедом говорили хорошо конечно они были урожденные русские но мои родители уже знали меньше и как то нас они даже и не учили вот я и брат вот они нас не учили русском и поэтому русский был утерян уже в третьем поколении ну и вот так вот получается мы как бы сказать познакомились и он проявил просто огромный интерес когда он узнал что я русская он стал в общем обменялись мы с ним телефонами он меня пригласил тут в паб потом еще пригласил на мы вместе сидели вечером в ресторане очень замечательно поужинали и опять все он мне рассказывал и все он меня спрашивал чтобы я рассказала что в россии там что изменилось а как происходит а что сейчас а что было раньше вот в общем такие длительные беседы мы с ним вели но вы знаете в общем я говорю ты знаешь нужно зовут его дэвид я говорю нужно дэвид тебе наверное тоже как то немножко изучать тоже самому культуру потому что я много сказать не могу у меня связан язык если бы мы с тобой говорили на русском то это было бы абсолютно другой разговор а так я да ну как бы знаете на пальцах пытаюсь что-то такое рассказать но получается не все что я могу и не все что я хочу но дело даже не в этом он сказал что ой да я что-то просто да и стал меня спрашивать а как мое семейное положение а что ты как я говорю ну вот я мужа потеряла то есть вот объяснила тут ему немного свою ситуацию как я попала он спросил как я попала в Англию я рассказала вот ну и потом он мне тоже про себя рассказал что он ему 54 года он был гражданским браком женат прожил 15 лет Джейпра они прожили вместе 15 лет с женщиной но она уже была разведена до него у нее был сын и вот он как бы воспитывал этого сына потом этот сын когда вырос стало ему 18 уже вот когда они долго прожили то он говорит что начались проблемы сын не захотел работать он стал с меня требовать деньги а я говорю так а у тебя что какие у тебя деньги а ты сам где работаешь ну дальше больше он сказал что да он в общем тарантье что у него несколько квартир несколько домов в лондоне вот он их значит там сдает в аренду и вот на этом живет но он еще там немного занимается тоже ездит помогает с каким-то бизнесом там что-то такое в какую-то компанию ну в общем деньги у него есть вот стали проблемы возникать что этот сын его вот это значит сожительница girlfriend он не захотел работать и он стал требовать деньги с Джона ой с Дэвида ну вот ну и в общем дело не столько в этом а столько в том что он сказал что вот он сейчас уже довольно долго один и что одному конечно жить очень трудно и что вот как бы может быть мы попробуем как то какие то наши отношения построить может быть что-то у нас получится потому что я чувствую что с англичанками у меня не очень получается может быть мы с тобой как бы по крови по крови практически родственники и вот вы знаете он здесь побыл две недели по-моему он здесь был ну мы как то наверное встречались в течение недели так я думаю но встречались практически каждый день через день вот и сейчас вот он уехал обратно туда к себе в лондон но он мне продолжает звонить и просит меня значит вот серьезно подумать как то что то может быть у нас получится и вот я не знаю у меня такая теперь дилемма потому что я ему ничего не сказала опять про мартина ну а тут и вроде как и говорить особо нечего то есть нет надо было сказать конечно что у меня есть бойфренд ну вот а может быть и не надо в общем короче какая то такая интересная история которую которую я думаю я вам буду продолжать рассказывать какие у меня отношения дальше сложатся с дэвидом но сейчас вот он уехал и уже вот он несколько раз звонил мне оттуда из лондона он рассказывает там опять же знаете как то мне показалось немножко даже нудновато потому что он начинает что то такое рассказывать как у него день прошел что вот он сегодня там ездил туда что как он покушал где он покушал в общем я не знаю друзья я бы не сказала что этот человек мне сильно нравится но получается что как вы видите человек перспективный да вот опять же наступать на одни и те же грабли я не хочу но тянуть вот эту вот странную тягомотину с мартиным я тоже думаю что это будет неправильно и вот что мне делать я сейчас в большом раздумье даже не знаю просто я знаю что если сейчас вот он меня приглашает дэвид меня приглашает к себе в лондон ну и я думаю что если я соглашусь если я к нему поеду то вы понимаете сами что там может всякое произойти ну то есть я имею ввиду что может быть если я приехала я согласилась значит уже наши отношения войдут в другую фазу какую-то вот и тут уже получается все будет гораздо серьезнее чем вот это сейчас началось даже не знаю что делать сказать по правде вот я в раздумьях ну тут опять может сложиться такое такое что вроде как он меня моложе получается на десять лет но вот вы знаете вот этот как раз момент меня то он абсолютно не пугает и абсолютно не волнует и не заботит потому что я думаю что все должно компенсироваться в этой жизни и вот на смену того что у меня муж был старше на двадцать то теперь пусть будет моложе на десять но я не хочу сказать что конкретно я за него замуж собралась просто я уже хочу опередить тех те может быть комментарии когда мне тут вот даже с мартиным он всего на четыре года меня моложе но тут уже тоже начались такие разговоры и мне пишут что вот вот он вас моложе поэтому вот поэтому у вас ничего и не складывается вот поэтому то и все да нет здесь другая история и здесь я например предпочитаю мужчин моложе себя и самое то интересное что вы знаете что вот именно вот посмотришь английские пары чаще всего просто наверное в пятидесяти процентах как то получается что женщины старше а вот уж кстати таких мезальянсов когда мужчина старше и намного старше здесь можно встретить только если вот жена как раз откуда-то иностранка то что это не они Продолжение следует...